Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, в сегодняшнем обзоре я хочу рассказать вам о самой легендарной монете царского режима, которая была продана на аукционе за 10 миллионов рублей. В 1902 году на Санкт-Петербургском монетном дворе были отчеканены монеты с довольно необычным номиналом 37 рублей 50 копеек или же 100 франков. Друзья, цель выпуска подобных монет по настоящее время доподлинно неясна, но бытует две версии. По одной из них, выдвинутой известным нумизматом Василием Васильевичем Узденниковым, монеты со столь необычным номиналом предназначались для использования в международной торговле. И именно для удобства расчетов с иностранными контрагентами на монете указан номинал 100 французских франков. По другой версии, монета была выпущена как специальная подарочная. В мае 1902 года Россию намеревался посетить президент французской республики Эмиль Лубе. И, возможно, монета предназначалась для подарков особо приближенным лицам, участвовавшим в торжествах и протокольных церемониях по поводу пребывания в столице высокой делегации. Выпуск такой монеты должен был служить укреплению дружественных отношений России и Франции. Тираж данной монеты составил всего 235 экземпляров и разошелся между членами царской семьи. Даже Эрмитажу не досталось. В 1904 году специально для Эрмитажа была выпущена еще одна такая монета без изменения даты. На сегодняшний день монета 37 рублей 50 копеек или же 100 франков по праву является одной из самых легендарных монет царской России. Каждый коллекционер желает иметь ее в своей коллекции, но цены, мягко говоря, кусаются. Так, на прошедшем недавно онлайн-аукционе Walmart была выставлена на продажу вот эта монета. Друзья, по итогу торгов она была продана почти за 10 миллионов рублей. Да, далеко не каждый нумизмат может себе позволить потратить такую сумму денег на монету. Именно поэтому в 1990 году на Ленинградском монетном дворе оригинальными штемпелями, но уже не из золота, а из медно-никелевого сплава встречается и с позолотой тиражом 50 тысяч экземпляров от чеканины новодельные монеты. Цена их уже, конечно, более гуманная, начиная от 1000 рублей и заканчивая 1500 рублями, но все же это не оригинальная монета. Существуют и более дешевые копии, но на Алиэкспресс. Их можно купить за 100 рублей, а то и дешевле. Порой их продают доверчивым гражданам под видом очень ценных раритетов. Друзья, будьте осторожны, не ведитесь на эту уловку. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok